Привет, друзья! С 10-11 октября вас ждет невероятный сюрприз – выход премьерной серии нашего аудиосериала «Музыка души» с понедельника по пятницу в 19.00. Не пропустите! Однажды в сказочный летний вечер мужчина и женщина на скоростной дороге попали в ДТП. Их автомобили столкнулись и буквально поцеловались. К счастью, водители отделались легким испугом. Женщина в тот момент красила губы. Мужчина разговаривал по телефону. Убеждал своего друга все-таки в воскресенье поехать на рыбалку. Каждый понимал, что виноват. Мысли работали синхронно – что делать? Как выкрутиться? Но женщина оказалась хитрее. Порадовавшись, что у нее уже накрашенные губы, она поправила прическу, нацепила на лицо лучшую из своих улыбок и выпорхнула из авто. Добрый вечер! Здравствуйте! – недоуменно отозвался мужчина. Он явно не понимал, чему незадачливая водительница так радуется. «Вы верите в судьбу?» – захлопала ресницами женщина. «Хм, верю», – улыбнулся мужчина. Он ожидал ругательства, возмущений, может быть, угроз, но точно не философских вопросов. Глаза женщины засияли ярче, чем фары ее машины. «Тогда согласитесь, что наша встреча – это судьба. Трудно поверить, что после такого столкновения мы вообще можем стоять и разговаривать. Кажется, печальный исход был предрешен. Но случилось чудо, и мы остались живы. Возможно, мы посланы друг другу свыше?» В книге жизни наши имена были записаны вместе от начала времен. Женщина была совсем молодой и очень красивой. Каждое ее движение напоминало элементы танца. От нее исходил какой-то невероятный магнетизм. Мужчина не смог сопротивляться. Он сказал, «Да, это правда похоже на судьбу». «Почему бы нам по этому поводу не выпить бокал вина? Красного, сухого?» Женщина продолжала улыбаться. Она сделала шаг навстречу, и мужчина ощутил запах ее духов. Мед, корица и еще что-то пряное. «Конечно, это чудесный повод». Женщина принесла из машины бутылочку красного вина. «Вот ведь умничка», – думала она. Знала, что из дома без винишка лучше не выходить. К сожалению, у них не было бокалов. Но мужчина быстро нашел выход. Он отпил прямо из горлышка и протянул бутылку своей подруге по дорожно-транспортным приключениям. Но она покачала головой. «Нет, спасибо». «Но почему?» – изумился мужчина. «Ты ведь сама говорила, что наша встреча – это судьба. Разве она не стоит бокала вина?» Женщина улыбнулась. В ее глазах зажглись озорные огоньки. «Безусловно, стоит. Сегодня вечером я выпью не один бокал вина. Но вначале дождусь полицию». В этой истории было еще много поворотов. Но важно знать. С того случая, если какая-то леди предлагала мужчине выпить, он немедленно сбегал от нее. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.